Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 8 мая. У меня вылазка снять наличное в банкомат. И я решила прогуляться по парку. Еще не показывала вам наш действующий фонтан. Ну и, конечно же, хочу поздравить вас с наступающим праздником 9 мая, с Днем Великой Победы. Время неспокойное. Мы ждем наших защитников живыми и здоровыми. И хочется, чтобы скорее наступил мир. Как говорят, худой мир лучше любой войны. У нас вот такая звезда украшена георгиевской ленточкой. Уже работает фонтан. Правда, работает не во всю мощь. Очень-очень прохладно у нас, хотя и солнечно. Два дня прямо очень дует ветер. И ночью был мороз. Придем домой, я вам там покажу, как померзла у меня рассада послена. Ну, как рассада, я уже высадила. Поспешила, высадила в открытый грунт. И, в общем, как я не сохраняла, померз послен. Но у меня есть еще. Не все высадила. По-моему, там 4 саженца. 4 растишки где-то есть послена. Посажу позже. В теплице включаю обогрев. В общем, какой-то очень холодный май. Ну, правильно, когда цветет черемуха, когда зацветает дуб. Всегда холодно. И всегда бывают заморозки. Вот. А я сходила в банкомат. Сняла наличные. Возобновилось у меня домашнее молочко. Наша коровка, которая нам дает молочко, была, как это называется, в запуске. Родила бычка. И месяц мне не возили домашнее молоко. Ну, вот. Я ждала где-то 10 мая. А получилось раньше. Иду с рынка. Рано пошла на рынок. Купила яблоню, посадила. Потом покажу вам. И смотрю, стоит машина. Валера привез молоко. Раньше срока. Я так обрадовалась. Вот. Но дело в том, что он только наличные предпочитает. Поэтому нужно ходить снимать. И как-то попытаться поближе к цене дать, чтобы попроще ему было со сдачи. Ну, в общем, я заметила, что уже сотни как-то вообще плохо стали ходить. Уже который раз я пытаюсь снять по 100 рублей в банкомате. Нет. Меньше 500 валюты нет. Так кажется, тепло. Но в самом деле не очень тепло у нас. Сейчас пройдем там. Люди идут. Пройду. Как-то здесь не принято ходить с селфи-палками. В общем, я здесь как белая ворона. И неуютно себя чувствую, когда народ идет и гвозеет. Конечно же, у нас весь этим было попроще. Но ничего. Ой. Но все равно хорошо. У нас уже работает прокат. Вот я вам показываю. Там стоят самокатики. Можно взять прокатиться. Всякие машинки. Битвора гуляет. Битвора резвится. Сейчас вот покружусь. В общем, хорошо. Свежо, прохладно. Но сегодня как-то и ветер поутих. В общем, хорошо. Солнышко светит. Да и ладно. Уже через денька два. Вроде бы так как потепление. Там уже ночью будет 9 градусов. А пока ноль и минус. Так что пока обогреваемся обогревателями в теплице. Дома опять включила отопление. Котел заработал. Вот в чем прелесть, так скажем, индивидуального отопления. Это ты там регулируешь, когда тебе нужно включить, когда нужно отключить. А не выключили отопление еще, по-моему, в начале апреля. Или в середине апреля где-то. И вот теперь такие холода. И, конечно, замерзнет. Ну, можно включить газ. Конфорку обогреваться как-то. Ну, она немного сушит воздух, конечно. Но и потеплее все-таки в квартире становится. У нас еще пока в старых домах есть такая роскошка в газ. Уже и в Москве строят дома только с электроплитами. В общем, газа, по-моему, уже дома с газовыми плитами уже не строят. То есть газа нет. Вот, Лешик тоже там в Москве мерзнет. Говорит, включаю конфорки. Кстати, вот в этой палаточке уже делаю лепешки. Из тандыра. И продают вот уссоры в магазине. Ну, это, я так поняла, родственники или друзья. В общем, общий бизнес. И я покупала эту лепешку. Вкусная, стоит 40 рублей. Ну, конечно, вкусная. Пока горячая, пока теплая. Ну, так вот покупаю иногда. Вот. В общем, иду, наслаждаюсь. Тачка у меня тарахтит. О, не сюда пошла. Вот, хорошо, что вспомнила. Думала уже домой. А мне нужно дойти до нашей пятерочки, которая возле нашего дома. Буквально в 300 метрах. Я что-то подсела на водичку минеральную. Не могу пить обычную воду теперь. В общем, сейчас зайду. Беру водички. И, может быть, еще что посмотрю. Сейчас в магните зашла, купила масло сливочное. Авида. Мне вообще нравится эта фирма. Светану Авида я покупаю. Масло. То ли акция, то ли что. 99 рублей, друзья. В общем, от жадности три пачечки взяла. Думаю, пусть будет. В морозилку к пену. И сегодня, кстати, тортик пекла. Такой интересный торт. Если не забуду, поделюсь. Поделюсь ссылкой на канал. Даже не знаю, как блогера зовут. Но я частенько к ней захожу. Блинчики у нее вкусные. Так, ну что, народ прошел. Пойдем сюда. Как-то готовила по ее рецептам. А тут, значит, интересное тесто. Мука, яйца и сливочное масло. Все это перетирается в крошку. Это крошка. А, и сахар. Пережаривается прямо на плите, на сковороде. И потом там делается крем. Но крем я взяла другой. Крем взяла для Наполеона. Вот, заварной крем. Молоко, яйца, крахмал кукурузный. Сахар. И все, по-моему. А, и потом сливочное масло. Ну, все, наверное, знают, как делать заварную крему. В общем, крем для Наполеона использовала. Вот этой крошке, пережаренной на сковороде. И так быстро. Потом эта крошка посыпается в какую-то форму. Можно разъемную, можно. Я просто в такую жаровню. Ну, в общем, посуда для жарки. Керамическая. То есть, твой этой крошки пережаренной. В твое этого крема. Опять просто крем. Ну, и сверху, чтобы осталась эта крошка. И вот оно пропитывается. И потом такая вкуснятина получается. В общем, торт без духовки. Очень просто и быстро. Ну, и как-то использовала последнюю пачечку масла. Вот опять. Я всегда по три, по четыре пачки покупаю. И потом бросаю в морозилку. И когда нужно, беру. Вот у нас искупают дорогу. Ну, в принципе, как и в Москве. Я помню, как в Турции сложно с этим было. Помню, мы отдыхали. И дорогу не перейти. Они как бы, вроде бы, Европа. Но они не соблюдают эти правила. Уступи пешеходу дорогу. Там страшно было. А у нас теперь как-то посвободен. Конечно, нужно все равно смотреть. Как говорится, подумать. Взглянуть на водителя и подумать о его мыслях. Вот. Так что, уже подхожу к пятерке. Вот так вот. Сколько? 11 минут. 11 минут съемка. Я из центра практически дошла до дома. Ну, 15 минут где-то. И с таким свободным садом. Вот. В общем, сейчас зайду в пятерку. И включить уже дома. Ну, вот, друзья, я уже дома. Сейчас покажу вам. В теплице все. Все живое. Потому что обогреватель работает. Вот он, провод. А вот здесь все умерло. О, Кузян, ты меня услышал. Ты уже бежишь меня встречать, да? Ты уже услышал, что я двери открыла. А у меня сегодня мяса нет. Вот. Погиб, видите, весь черный. Морозом весь ударенный. Все. Ну, может быть, и к лучшему. Нет, Кузян, у меня мяса нет сегодня для тебя. Да, сегодня шашлык не жарим. Ну, что я тебе дам? Иди, иди домой, проси. Вот. Вчера я попривязывала здесь рабицу. Дима, когда делал забор, естественно, ему было неудобно. Он эту рабицу, ну, как сказать, вот здесь вот отрывал, чтобы приделать вот эту поперечину. А потом, конечно, неудобно. Видите, я ее всю, всю попривязывала. Теперь она у меня не болтается. А здесь, скорее всего, посажу этот далекоз. Вот. Здесь немножко, еще не до конца, конечно, но уже много отсюда выгребло всего мусора. И, друзья, вчера я победила забор. Мне кажется, я килограмма три сбросила сразу. Так что, вот, кто хочет похудеть, вот такой физический труд. И никаких таблеток для похудения, никаких диет. Сразу все сбросите. Видите, какую траншею я прокопала. Отрыла забор, вон он весь пошел гнить. Вот это все, все было в земле. А сырость, это я со шланга здесь его мыла. Ну, Кузян, ну что ты вертишься? Я тебе сегодня ничего не дам, Кузечка. Ой, посмотрите, какие камни. Что там только не было. И шифер, и какие-то железяки. И вот такие банки. Даже подошвы старые вытаскивала здесь. Но если попадается в земле вот такое, друзья, ай, как же тяжело это копать. Здесь, видите, что вот это все было в земле, друзья. Даже пенек выкопало. Здесь, видимо, дерево росло. Полиэтилен, я же говорю. Тапки всякие, железки. В общем, весь мусор, я так поняла, зарывали туда. Вот. Вон, видите, стало уже просто гнить. Ну, как гнить, ржавчина. Вот. Короче, что хочу сказать, друзья. Чтобы вас плохо не вспоминали, делайте свою работу хорошо. Я не очень хорошими словами вспоминала этих незнакомых мне людей, которые делали этот забор. Которые зарывали, вернее. Кто забор делал, тому спасибо. Это Дима. А вот кто закапывал этот забор, вот это вы, ребята, не очень хорошо сделали. Вот, видите, все поржавело. Все поржавело. Вон уже куда ржавчина пошла. Короче, вот мне предстоит... Сейчас вот здесь вот это подсохнет немножко. Это я аж говорю. Со шланга здесь все мыло. Потом я здесь все хорошенько позакладываю. Металлом. Ну, какими-то... Может быть, шифер Лешик приедет, попилит мне шифером, листами там. Вот этот пеноблок туда же пойдет. Ну, в общем, закрою, как вот те два пролета. И потом только вот этой землей закопаю. То есть мне нужно сделать прослойку, чтобы металл забора не касался земли. Вот такие здесь окопы повырывал. Вот. Ой, как же хорошо на солнышке. Прям классно. Вот такое же было и вот здесь. Короче, практически я все очистила, кроме вот тех двух пролетов. Но это по осени потом сделаю. Когда чеснок уберется. Ну, вот тот еще можно уже сейчас сделать. Отрыть и сделать. Вот тот пролет. Ну, я что-то так устала. И втира прям в спину вступила. Ну, я перетрудилась, конечно. Маханула я. Здорово. Прямо с утра и до обеда возилась здесь. Да, писали вы мне по поводу вот этого джута, что он гниет. Скорее всего, вы правы, друзья. Ну, уже сделала. Много не потеряла. Вот здесь осталось мне доплести. Вот здесь доплету уже, чтобы два пролета были в этой сеточке. Кузяна, я там скоро закрою дырку. Скоро ты там не пройдешь. Ага. Что? Уже никак, да? Вот так вот. Все твои эти ходы позакрывали, да? Ой, такое голубое небо у нас сегодня. Так, хорошо. Ага. Ну, давай, давай. Прыгай дальше. Что, перекинуть тебя? Пошли со мной, я тебя там перекину. Пошли. Иди сюда, кузян. Пошли. Пошли, я тебя вот там в конце забора перекину. Пошли. Пошли, я же тебе уже показывала один раз. Все понимает. Пошли со мной, пошли. Пошли туда, я тебя перекину. Пошли. Опять мои коты будут нюхать меня. Ну, пошли, пошли. Ты же домой хочешь? Ну, пошли. Пошли, я тебе помогу. Пошли, вот туда пошли. Тима, сладкий, пошли, пошли. Ты знаешь, да? Пошли, я тебе покажу ход. Покажи нам, как ты туда заходишь. Пошли дальше, дальше, дальше пошли. Пошли. Покажи, покажи, где у тебя ход. Покажи, кузенька. Ой, красавец. Покажи. Пошли туда, да. Ну, не узнали, ты все понял. Пошли, пошли. Пошли туда. Иди сюда, кузян. Иди сюда. Иди, кузя, кузя. Кузян, пошли. Вот сюда я его подсаживаю. Иди сюда. Иди, мой сладкий. Иди скорее. Иди, подсажу. Иди, мой маленький. Ой, иди, мой колесик. Пошли, я тебя подсажу. Ну, не бойся ты. Пошли. Пошли, я тебя подсажу. Вон, туда иди. Вон, беги. Ну, давай. Давай. Вон туда, иди. Ну, что ты, кузя, иди. Вот так. Все, перекинула кузяна. Это единственное место, но он про него забывает. Про это место. Побежал, слышу. Довольный. У него раньше вот там был лаз. По драбице, пока забора не было. Вон там лазил. А теперь... А, вот что я вам еще хотела показать. Пошла на рынок. Говорю, мне белый налив. Друзья, вы думаете, мне дали белый налив? Прихожу домой, читаю. Конфетное. Опросила белый налив. Ну, я сильно не расстроилась. Почитала про это дерево конфетное. Созревает в августе, в начале августа. Лежит два месяца. Это яблоко. Вот. И это... Очень сочное. Люди пишут много сока из него. Только я не пойму. По видео я видела, что плоды вот такие вот, как листья. Прям зеленые. А на картинке оно красное. Такое с прожилками желтыми. Напишите мне. Какое же оно или тоже сорта разные, но подразделяются на подсорта. Не знаю. Вот так вот замульчировала я. Полила. Положила здесь две деревяшки, чтобы земля не трескалась. И пусть растет. В общем, посадила я яблоньку. 300 рублей отдала. Корешок был хороший. Ствол тоже вот такой хороший. В общем, здесь у нас получится вот ряд деревьев. И все, друзья, очень хорошо. Корни этих деревьев, когда они будут расти, они будут держать землю. Потому что у нас очень сильный, крутой покат вот сюда. И земля как бы уходит. И вот корни деревьев растущие вот здесь вот получается. Теперь три крупных дерева. Груша, яблони, семиренка. И вот теперь конфетная. Будут удерживать нашу земельку. Ну и как-то более-менее порядочек. А эту яблоню-старушку вот жду Лешика. И мы ее будем спиливать. Хочу оставить ствол. Ну, центральный. Не до конца его спиливать. У меня такая идея возникла. А если под деревом посадить ипомею, ну и какие-то веревочки набить в ствол. И пусть она оплетает вот это вот дерево. Наверное, будет красиво. Про ипомею вычитала. У меня ипомея вот эта как елочка. Забыла. Квалмаклит, по-моему, так называется. Она не такая агрессивная. Не так сильно забивает землю. Вообще читала про ипомею, что это такой сорняк, агрессор, от которого он сам сеется, сам растет. И потом от него очень тяжело избавиться. Вот, пожалуйста. Но это какие-то другие сорта. Квалмаклит это совсем другое. Это такая нежная елочка ее еще называют. Елочка без иголочек. Вот так. Ну, вот не знаю. Получится у меня. Не получится ее вырастить. Ну, вообще. Вообще она мне на картинке и по видео. Вот люди рассказывают. Очень понравилось. Ну, вот, мои хорошие. На этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Еще раз с наступающим праздником. 9 мая всех вас. Мира над нашими головами. Пусть он скорее наступит. Не знаю, буду ли я завтра в парке. Будет салют. И пойду я снимать или не пойду. А вообще в прошлом году я салют даже снимала. Вот за калиткой здесь было видно. Эти сполохи из центра. Ну, в общем. Сниму, значит, вам покажу. Ну, а на этом все. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Сидникова. Пока-пока.